Привет всем искателям золота и приключений. Давненько мы с вами не виделись. И в этом коротеньком видео я хочу вам показать мини-драгу, которую муж сделал своими руками практически из мусора. Ну из того, что нашел на улице. А также мы побываем на нашем любимом золотом ручье. Садитесь поудобнее и смотрим. Друзья, не выдержали. 2 января приехали на наш ручей. А тут все-таки мокрый сезон, как говорится. Да, рискнули. Но смотрите, вот он наш ручей. Да, уровень воды достаточно большой. Поэтому мы решили подсоединить наше новое устройство и посмотреть, как это будет работать. Мы еще не пробовали его. Сейчас разгрузим и просто подключим. Золото добывать сегодня не планируем, так как это все-таки уже нереально из-за такого уровня воды. Вот смотрите, вот здесь как раз наши шурфы, где мы последнее время работали. Но вообще здесь вода поднимается до двух метров, как нам рассказывали местные жители в сезон дождей. А вот там водопад. Помните, я вам как раз в прошлом видео рассказывала, что вот он как раз водопад. Ну, в принципе, то, что поднялась вода, то, что течение дает нам надежду на то, что придет золото и когда вода сойдет, а сходит она достаточно на самом деле быстро, если не будет дождей, то возможно мы получим хорошие результаты. А вон щетки наши. Да-да-да, вот там наши щетки находятся. Не закрыты. Хотим сейчас проверить, ну потому что балконе это невозможно, хотим сейчас проверить, правильно ли распределяется вода по столу, куда поступает грунт. Подсоединяем помпу, шланги. Достаточно неплохо работает, как вы видите. Напор воды можно регулировать. Да, нормально. Вот эта крышечка для того, если надо промыть, задержать породу, часто здесь грунт попадается с глиной, и просто ставим эту заслонку, и порода будет промываться. Отлично работает. Ну а сейчас пойдемте прогуляемся вдоль нашего ручья. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, какое еще хорошее перспективное место. Перед водопадиком ручей упирается в щетки. Делает очень крутой поворот, и на этом месте, как вы видите, огромные камни. И тоже перспективное место. И мы здесь также хотим поработать. И более того, муж брал тут пробы. И здесь было золото. Как вы знаете, крупные камни, крупное золото. Так, а вот шур. Сейчас он, конечно, затоплен водой. Но там тоже проводились пробы. Идем дальше. На самом деле, большой перерыв в нашей работе, ну и, естественно, в выходах видео, связан с тем, что вначале я была... Вначале я была в России. Поехала где-то на месяц. А потом через какое-то время муж уехал на три месяца в Россию. Потом я ездила в командировки. Причем в этом году по моей работе просто я возвращалась за одной командировки. Буквально неделю была дома. И уезжала в другую командировку. И вот на данный момент где-то вот в трех командировках я была. И вполне возможно, опять поеду через какое-то время. Просто год такой достаточно насыщенный в плане работы. Но сейчас, пока мы оба дома, начинаем съемки с новыми силами. Начинаем опять поиски золота. Сейчас вода немножко станет... Уровень воды поменьше в ручье. Сезон дождей давно закончился. Но это лето, точнее зима здесь в Австралии выдалась достаточно аномально. Потому что шли дожди. Хотя сейчас должен быть там где-то с мая по октябрь. Это сухой сезон. Дождей не должно быть. Так, давайте сейчас немножечко поднимемся вверх от русла. И я вам хочу показать большой шурф. Вот он. Вот если вы посмотрите, он в диаметре где-то на ветра, наверное, метра четыре. Здесь, на самом деле, таких шурфов достаточно много. Много и отвалов. Все потому, что в округе много шахт, где раньше добывали золото. Где-то в конце 19-го, начале 20-го века. У меня на канале есть видео про эти шахты. Мы даже ходили внутрь, исследовали. Обязательно посмотрите. Кто не видел, под видео оставлю ссылку на это видео про шахты. Так, ну а сейчас пройдемся еще немного вверх. По ручью по старому руслу. Смотрите, ну, идет такое явное старое русло ручья. Сколько оно тут лет назад было, на самом деле, неизвестно. Потому что, да, и наводнение, и постоянно меняется грунт. Но, что интересно, мы думаем, что вот это старое русло тоже достаточно перспективное место для поисков золота. Наверное, где-то месяцев 6 назад мы здесь сделали шурф, смотрели. Но, конечно, грунт очень тяжелый. Это и корни постоянные, вот в различных деревьях этих тропических. Это и камни. Поэтому, конечно, шурфить в этой местности не такая уж простая задача. Но мы нашли золото. Были достаточно хорошие значки. Что, конечно, дает нам перспективу в будущем все-таки тут покопаться получше, поработать. Вот, кстати, вот этот шурф. Сейчас к нему подходим. Его, конечно, сейчас уже замыло. Но вот тут мы и работали. Небольшой водопадик. Перепад, наверное, сантиметров 30-40 здесь. По краям большие волны, как вы видите. В этом месте, ну, вода сейчас закрывает, не видно. Но вообще, когда из воды не было, здесь плотик подходит достаточно близко. Хотим здесь тоже поработать, когда сойдет немного вода. Посмотреть, может быть, там есть щетка золота. Ну, вообще покопаться в каких-то природных ловушках. В планах у нас, когда сойдет вода, поехать поработать на косе и пополно испытать наше новое оборудование. Сейчас здесь на балконе хочу вам показать и рассказать более подробно, что мы сделали. Просьба не смеяться, все самодельное. Итак, мы собираемся использовать шланги для помпы, саму помпу, шлюз, который мы используем для мини-драги и самодельную мини-драгу, состоящую из двух частей. Первое, что мы сделали, купили за 10 долларов скамеечку у австралийцев с рук и приспособили ее под шлюз. Справа, вот видите, под ней прикреплена пластина, которая будет стопорить шлюз, а по краям еще две пластины, чтобы он не уходил ни вправо, ни влево. Дальше муж вырезал отверстие, куда будет сбрасываться весь промытый материал. Ставим шлюз на скамейку. Он фиксируется вот этими пластинами, да, как я говорила ранее, чтобы не двигался. И ставим первую часть. Чтобы эта конструкция была одним целым, она фиксируется вот этими винтиками. Далее устанавливаем следующую часть. Помогает нам в этом барашке. Здесь проделаны пазы. Опять же закручиваем барашками. И все готово к работе. Рядом будет стоять помпа. Два шланга. Один шланг идет в воду. Вот этот конец идет в воду. Длина где-то метра три с половиной четыре. Второй шланг жестко закрепляется. Затягивается и, соответственно, вставляется вот сюда. Мы можем регулировать наклон драги. Наклон регулируется благодаря вот этим вырезам. Саму скамейку лучше тоже устанавливать под наклоном, где-то на борту, на неком склоне. В одном из наших видео был такой комментарий, что у нас все шлюзы одинаковые. Ну, наверное, хотелось бы сказать, что во всем мире все шлюзы одинаковые. Это просто желоб, к которому идет вода. И в нем разные подстилки. В общем-то, у нас то же самое абсолютно. Вот этот шлюз сделан из пластика, из алюминиевых уголков. Вот единственное, вот этот дремат, который вы сейчас видите, это, наверное, самое дорогое, что есть в этом шлюзе. Купили его на просторах интернета, потому что зарубежные блогеры все им восхищаются. Но мы пока не заметили, почему, если честно. Вот это рифли. Достаточно легко вытаскивается. Просто абсолютно. В принципе, они, наверное, не нужны при таком маленьком шлюзе. Но мы сделали. Вот в конце вот этот дремат замечательный. Дальше идет пластик, который просто за 100 рублей можно купить в любом хозомагазине. И резина, приклеенная на силикон. Приклеенная, потому что, чтобы она не двигалась. В ней тоже достаточно хорошо застревают золотины. И, конечно же, мох. Тоже достаточно известная такая штука. Сделанная из обычного коврика. Также у нас есть и другая модификация для этого шлюза. Сейчас вы видите. Это более большой мох. Видите, да? По сравнению с предыдущим. Он гораздо крупнее. И вот такой зеленый коврик. Тоже купленный в китайском магазине. И, естественно, сверху прикрепляем рифли. Как и в прошлом случае. Такая модификация используется для добычи более мелкого золота. И работает очень даже хорошо. Как я уже говорила, через пару недель мы выдвигаемся на добычу косового золота. И, соответственно, будем пробовать нашу мини-драгу. Конечно же, все вам покажем, расскажем обязательно. Сейчас, как я уже говорила, все еще много воды на ручье. Очень аномальный год выдался. Были, естественно, крупные наводнения. Ну, вы видели в моих роликах. Ну, подождем еще пару недель. Посмотрим и снимем все для вас. Спасибо! Всем пока!